Британские СМИ сообщают плохие новости, сегодня состояние Елизаветы II резко ухудшилось. Сейчас 96-летняя королева находится в своем шотландском поместье в Балмарале под медицинским наблюдением. Врачи Елизаветы II обеспокоены ее здоровьем и рекомендуют находиться под наблюдением. Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балмарале, говорится в сообщении Букингемского дворца. Как сообщает телеканал BBC, принц Чарльз вместе с супругой Камилой и принц Уильям в срочном порядке направляются в Шотландию, где сейчас находится ее величество. Премьер-министр страны Ли Страс, в свою очередь, на фоне сообщений об ухудшении здоровья ее величества заявила, что «мысли народа Великобритании» с Елизаветой II. Напомним, что на протяжении нескольких месяцев Елизавета II испытывает проблемы со здоровьем. За последний год она несколько раз отменяла деловые встречи, отказывалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. После того, как Меган Маркель снялась для обложки журнала The Cut и дала большое интервью, у нее начались серьезные проблемы. В беседе с журналистом она рассказала о том, как обстоят дела с соцсетями в монаршей семье, а также о взаимоотношениях между принцем Гарри и его отцом, принцем Чарльзом. Будущего наследника престола настолько задели слова герцогини Сосекской, что теперь он решительно настроен растоптать репутацию невестки. По словам инсайдеров, приближенных к Букингемскому дворцу, накануне принц Уэльский задумался о том, чтобы подать на Меган Маркель в суд. Он уже начал консультироваться с юристами по поводу того, как бы грамотно привлечь жену своего младшего сына к ответственности. Напомним, Меган Маркель заявила в интервью для глянцевого журнала, что ее супруг, принц Гарри, больше не хочет поддерживать общение с отцом. Гарри сказал мне, я потерял отца в этом процессе. В их случае это не должно было произойти так же, как в моем, с отцом, Томасом Марклом. Но это его решение, призналась герцогиня Сосекская. Оговорюсь, это дорожный костюм герцогини Сосекской, которая вместе с принцем Гарри решила отправиться в Манчестер поездом. Пара была сфотографирована на Юстонском вокзале в Лондоне, когда они убывали на саммит One Young World. Издание Daily Mail поспешило рассмотреть монохромный наряд герцогини и заявила элегантная, Меган выбрала изысканную комбинацию блузки и брюк для путешествия и выглядела стильно. Герцогиня Сосекская элегантна в рубашке Пола Элианор от Брандон Максуэлл за 735 британских фунтов стерлингов из шелкового кашемира, широких кремовых брюках и замшевых туфлях на каблуке от Манола Бланник за 760 британских фунтов стерлингов, когда она и Гарри садятся на поезд до Манчестера. Поездка от Виндзора до Юстонского вокзала у Гарри и Меган заняла не более часа. Однако как всегда парочка выглядит помятой, несмотря на элегантный и утонченный наряд Меган. Впрочем, надо надеяться, что они не отправятся с корабля на бал, точнее, с поезда на саммит и успеют переодеться. Один из их охранников нес с собой гардеробные пакеты, в которых явно те костюмы, в которых Гарри и Меган предстанут перед делегатами Ван Янг Уорлд молодыми лидерами из 190 стран мира. Ежегодно в княжестве Монако проводится пикник у Кавагнету, который знаменует окончание летнего сезона. Трудно найти менее официальное мероприятие, в котором принимала бы участие королевская семья, ведь пикник может посетить любой житель этой небольшой европейской страны. Его проводят по инициативе мэрии с 1931 года, а князь Ринье сделал его более масштабным, перенеся его из дворцового сада на футбольный стадион Монако, впрочем, иногда его проводят в одном из местных парков. Монаршая семья называет его одним из самых любимых праздников, но на протяжении предыдущих двух лет у Кавагнету не проводился из-за пандемии COVID-19. Так, в недавнем интервью изданию People правящий князь Монако Альберт 2 признался, что с нетерпением ждал этого веселого события вот уже много месяцев. Прошедший у Кавагнету сочетал в себе элементы красочного фестиваля, народных танцев и дегустации местных гастрономических изысков. Мероприятие посетили князь Альбер, княгиня Шарлин, наследный принц Жак, принцесса Габриэлла и Мелани Антуанетта. В этом году оно вновь прошло вне пределов стадиона, в парке принцессы Антуанетты, в котором растет множество оливковых деревьев. Князь Альбер признался, что мероприятие получилось, выдающимся, это уникальная возможность провести время весело на коктейльной вечеринке и пообщаться с людьми, с которыми те прежде не был знаком. Для своего выхода в свет он выбрал повседневный образ с льняным пиджаком и светлыми брюками в то время, как княгиня Шарлин предстала перед фотографами в белой кружевной тунике с высоким воротником и широких брюках, созданных специально для нее южноафриканским дизайнером Терренсом Бреем. В понедельник принц Жак и принцесса Габриэлла отправятся в школу, поэтому они уже успели подстричься. На публике они держались уверенно, как и дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, они получают уроки этикета и знают, чего ждут от них подданные их отца. Подготовка к мероприятию была для них минимальной, я действительно не потратил много времени на то, чтобы объяснить им все правила, рассказал журналистом князь Монако Альберт 2. Уже на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправится в шотландскую резиденцию королевы Балмарал, где попрощается со своей нынешней должностью. Ни для кого не секрет, что Елизавета II испытывает проблемы с передвижением, поэтому монарх не приедет в Букингемский дворец, чтобы официально попрощаться с премьером Соединенного Королевства. К слову, недавно стало известно, что Ее Величество не вернется в Лондон, и чтобы поприветствовать нового премьер-министра Великобритании. На эту должность претендует Реши Сунак Элистрас. Один из этих политиков в итоге также отправится в Балмарал, где у него состоится личная аудиенция с правящим 96-летним монархом. Эта церемония станет первым в новейшей истории случаем назначения премьер-министра Великобритании вне здания Букингемского дворца. Последним премьер-министром, церемония назначения которого прошла не в официальной королевской резиденции, был Гербер Генри Асквит. В 1908 году король Эдуард VII попросил политика прибыть в Биарриц, город на юго-западе Франции. Сообщается, что монарх поприветствует нового премьер-министра Соединенного Королевства уже 6 сентября. Многие уверены, что данный пост займет лист раз, ведь за нее проголосовало более 175 тысяч членов партии. Однако стоит дождаться официальных результатов, которые будут объявлены в понедельник. Оказалось, что решение провести встречу в Шотландии было принято уже давно, чтобы избавить правительство от лишних недопониманий. Сейчас королева живет в доме Крайго Ванелла Диджи, где совсем недавно был установлен специальный лифт, который приспособлен для перевоза инвалидных колясок. Все это указывает на то, что монарх до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, а ее самочувствие не улучшается. Что касается Бориса Джонсона, то он не теряет надежды на свое возвращение, но понимает, что, скорее всего, будет лишен такой привилегии. Люди в этой стране больше интересуются своим благополучием, но не судьбой того или иного политика, заявил Джонсон. Принц Гарри на протяжении многих лет откровенно признавался в интервью, что смерть матери нанесла ему огромную психологическую травму. Герцогу Сосекскому было всего 12 лет, когда Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе в Париже. Гарри также рассказывал, что он всегда чувствует присутствие матери рядом и часто обращается к ней за советом, а также много рассказывает о Леди Ди своим детям, Арчи и Лилибет. Принц выразил сожаление по поводу того, как происходило его общение с принцессой Дианой в последние месяцы ее жизни. Во время трагического события он и его брат, принц Уильям, отдыхали в Балмарале со своим отцом, принцем Чарльзом, и другими членами королевской семьи. Именно там они узнали о катастрофе. Гарри до сих пор глубоко сожалеет о том, что в последний раз слишком торопился закончить телефонный разговор со своей матерью, чтобы пойти поиграть на улице. Телефонный звонок был коротким, если бы я только знал, что это был последний раз, когда я говорил со своей матерью, с горечью отметил герцог Сосекский. Своими воспоминаниями поделился и принц Уильям, я чувствовал себя совершенно онемевшим, дезориентированным, у меня кружилась голова. И я продолжал спрашивать себя, почему я? Все время, почему? Что я сделал? Почему это случилось с нами?